Может уже детально объяснить каждому из родителей, на что обратить внимание и, как говорится, что выбрать. Директор лицея номер 12 Светлана Шабанова приятно удивлена результатами профтестирования. Среди ее учеников специалисты выявили много гуманитариев. А это значит, что выпускники могут стать известными актерами, педагогами или писателями. Мама девятиклассницы Марина Цыпленкова удивлена, даже и не думала, что дочь может стать биологом. И для ребенка, для меня, интересным то, что она сейчас в таком состоянии, что вроде и это нравится, и это нравится. Мы не знали, что выбрать. Были в таком вот. И вот эти тесты нам, и вообще для меня было неожиданностью то, что она показала интерес к природе. Однако итоги масштабного теста и учителям, и родителям пришлось подождать два месяца. Профориентацию учеников провели еще 18 марта по всей стране, в том числе и в Красноярске. Одновременно с выборами президента. Директора школ объясняют. Во-первых, обрабатывать пришлось огромные объемы информации. Так только в 12-м лицее тест прошли 588 учеников. А во-вторых, не все вовремя успели оформить документы, ведь тестирование оплачивали сами школы. Мы заключили договор, нашли возможность за счет кровевых субвенций, которые мы отдаем на развитие учащихся, на развитие образовательного учреждения. И за счет вот этих кровевых субвенций мы оплатили договор для участия в тестировании. Организаторами профтестирования в школах края выступило региональное министерство образования. Проводил и анализировал результаты Московский центр тестирования гуманитарных технологий, эксперты которого нам в телефонном разговоре сообщили, что итоги они выдают практически мгновенно. Стоимость участия одного ученика – 180 рублей. По данным Министерства образования прошли тест в день выборов 73 тысячи учеников. Получается, что бюджет потратил на эту акцию больше 13 миллионов. Интересно, что последний раз эта акция проводилась в Красноярсках давно. И, как рассказывают в министерстве, сейчас в этом есть большая необходимость. Полезна не только для учеников, но и для самих школ. Ориентация на доп. образование в самой школе будет определена уже по потребностям. Поэтому здесь вот и был предложен этот проект для того, чтобы в большей степени активизировать профориентационную работу именно школы. Добавлю, результат тестирования получили только 60% учеников. Остальных просят подождать. Все результаты уже обработаны. Сейчас идет последний этап оформления договоров. И обещают, что к концу следующей недели итоги получат все родители. И уже наверняка будут знать, кем может стать их ребенок. Спортсменом, ученым или политиком. Артем Долгаршинных, Алексей Егоров, Дмитрий Кудько. Новости Афонтова.